Кадриль началась. — Прикажете ваше превосходительство? — спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительства. — Я, я, право, не знаю, если... Но уж Аким Петрович с благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал, он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежес и корчес налил и себе, с той разницей, что себе на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника. А в чем в самом деле заговорить? А развлечь его превосходительство следовало даже по обязанности, так как уж он имел честь составить ему компанию. Шампанское послужило выходом. Да и его превосходительство даже приятно было, что тот налил. Не для шампанского, потому что оно было теплое, гадость естественнейшее, а так нравственно, приятно. Старику самому хочется выпить, подумал Иван Ильич, а без меня не смеет. Не задерживать же. Да и смешно, если бутылка так простоит между нами. Он прихлебнул, и все-таки оно показалось лучше, чем так-то сидеть. — Я ведь здесь, — начал он с расстановками и ударениями, — я ведь здесь, так сказать, случайно. И, конечно, может быть, иные найдут, что мне, так сказать, неприлично быть на таком собрании. Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством. — Ну, я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь. Ведь не вино же в самом деле я пить пришел. Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его превосходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровно ничего утешительного. — Я здесь, чтобы, так сказать, ободрить, показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель, — продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича. Но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза опустил точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала, а Аким Петрович, как будто все спасение его было в этом, схватил бутылку и подлил снова. — А немного ж у тебя ресурсов, — подумал Иван Ильич, строго смотря на бедного Акима Петровича. Тот же, предчувствуя на себе этот строгий генеральский взгляд, решился уж молчать окончательно и глаз не подымать. Так они просидели друг перед другом минуты две, две болезненные минуты для Акима Петровича. Два слова об Акиме Петровиче. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеенный на подобострастии и, между тем, человек добрый, даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец, и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге и ни разу не выезжали из Петербурга. Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалования. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме лучинушки, да и то потому только, что ее играют шарманки. Впрочем, есть два существенные и незыблемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят «петербургские ведомости», а всегда говорят «академические ведомости». Второе, одинаково существенный признак, состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово «завтрак», а всегда говорит «фрыштык», особенно напирая на звук «фры». По этим двум коренным и отличительным признакам вы их всегда различите. Одним словом, это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние 35 лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерала чем-нибудь подходящим к нему, он бы и ответил, и поддержал разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать-то на такие вопросы. Хотя Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства. А между тем, Иван Ильич все более и более впадал в раздумья и в какое-то коловращение идей. В рассеянность он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тот же и усерднейший ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его. Танцы действительно были веселые. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтобы веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного, но неловкие так сильно притопывали, что их можно было принять из-за ловких. Отличался, во-первых, офицер. Он особенно любил фигуры, где оставался один, вроде Соло. Тут он удивительно изгибался, а именно весь, прямой, как верста, он вдруг склонялся на бок, так что вот думаешь упадет, но следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадрили, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавшись дамой в голубом шарфе во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал все одну и ту же штуку, а именно он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету при переходе визави успевал влеплять в этот кончик десятка-два поцелуев. Дама же впереди его плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться, но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу. Конечно, он очень любил развязанность и непринужденность. Он желал, он даже душевно звал ее, эту развязанность, когда они все пятились. И вот теперь эта развязанность уже стала выходить из границ. Одна дама, например, в истертом, синим, бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре, зашпилила свое платье булавками так, что выходила, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было все рискнуть, по выражению ее кавалера, медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего. Просто Фокин, как же это, то пятились, а тут вдруг так скоро эмансипировались. Кажись бы и ничего, но как-то странен был этот переход. Он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый, даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в несон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием и не подозревая, что его представительство начинал уже откармливать в сердце своем нового червяка. Славно молодой человек танцуете, принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо. Только что кончилась кадриль. Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во все горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам псилдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его. — Батюшка, ваше превосходительство! — говорила она, кланяясь. — Окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью. — Я... Я право, не знаю. — начал было Иван Ильич. — Я ведь не для того. Я хотел было уж идти. Действительно, он держал в руках шапку. Мало того, тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться. И... и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Псилдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место и опять, непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска, селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, 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 что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности. Субтитры создавал DimaTorzok